13 июня 2006 года мы показали, как Рузаевка праздновала юбилей. Выставка народных промыслов, гуляния и спортивные состязания. Гудел, стадион, локомотив. Театрализованное представление было про то, как 375 лет назад основали город и проложили здесь железную дорогу. К празднику приурочили и открытие пятых малых олимпийских игр, в которых участвовали рузаевцы всех возрастов. В 2012 году Ковылкинские леса превратились в полигон для любителей экстремального вождения. И 13 июня Наталья Тюрина рассказала в наших новостях, насколько это было грязно. Вездеходы соревновались два дня. В битве с бездорожьем участвовали четыре категории авто. Лягушки на дне кузова, огромные и голодные комары и места для зрителей, самые лучшие в болоте. В этот же день участники других соревнований ревели куда сильнее. Резкий старт, быстрый разгон и виск тормозов на финише. Драгрейсинг собрал экстремалов на окраине Саранска, чтобы там они вцепились в руль покрепче и забыли про педаль тормоза. Скорость до 200 км в час. Такой вполне достаточно самолету, чтобы взлететь. Огонь 27-й всемирной летней универсиады встречали в Саранске в эти дни в 2013 году. До приезда в Россию он проделал огромный путь. Его зажгли в Парижской Сорбоне, затем огонь обогнул земной шар на борту парусника Седов. Из Владивостока начал наземное путешествие. До Саранска доехал спецпоездом, и на вокзале его ждали несколько сотен людей. Мэр Саранска Петр Тултаев зажег стилизованный факел и передал его спортсменам, которые затем несли его по улицам столицы. Через каждые 100 метров факелоносцы сменяли друг друга. Огонь универсиады подержал в руках и обозреватель 10-го канала Денис Гарин. Чувствуешь какую-то причастность к чему-то большому, тем более знаешь, что ровно 2013 человек несли этот факел по всей стране, по нашей. 13 июня в 2017 году автовладельцы уже заселенного юбилейного, а вместе с ними и Евгений Симкин, переживали за истинный цвет своих машин. Дело в том, что огромные металлоконструкции, строящиеся Мордовия-арены, готовили к покраске. Стало известно, что при сильном ветре капельки из распылителя могут разлетаться по округе за один километр от стадиона и красить все, на что приземлились. Тогда мы предупредили телезрителей, чтобы они парковали свои машины дальше, чем за один километр от арены. Ну, или готовились выложить некоторую сумму за полировку авто, вдруг ставшего в крапинку. 13 июня в прошлом году большинство событий, конечно, было связано с футбольным чемпионатом. Вот открытие фан-зоны на Советской площади. Она принимала 25 тысяч человек одновременно. Здесь сувенирные лавки, аттракционы и интерактивные стенды. Но главное – возможность смотреть трансляции матчей. Напомним, вес той сцены с большим экраном был 87 тонн. Олеся Плакиткина, Наши новости. Алексей Немов! Редактор субтитров А.Семкин